И снова здравствуйте! На этот раз я хочу поделиться впечатлениями касательно альбома, которого я лично ожидал к выходу, наверное, больше всего из того, что выходило в современном хип-хопе. Несмотря на тот факт, что данный релиз был воспринят довольно полярно слушателями, судя по комментариям в соцсетях, я смею все-таки заметить, что считаю этот релиз как минимум одним из самых оригинальных хип-хоп альбомов года. Все именно потому, как в музыке и текстах подобраны те составляющие, которые ставят этот альбом совершенно по другую сторону от всего-всего того, что было дано мейнстримной музыкой. Yellow Wolf. Американский рэпер и певец, раскрывшийся лично для меня с альбомом Love Story 2015 года, который, наверное, до сих пор я считаю лучшим в его карьере, даже принимая во внимание этот свежевышедший релиз. Trial by Fire. Третий студийный альбом данного артиста, привкус которого слушатели могли оценить по синглам Daylight, Shadows, Row Your Boat и все, по-моему. А, и Punk. В целом, атмосфера данного альбома была передана этими синглами более чем удачно, вместе с последним синглом Punk, вместе с Juicy J. Если с атмосферой все хорошо, тогда почему же он оказался сомнительным и неоднозначным, возможно, спросите вы. Сейчас попробуем разобраться. Trial by Fire или испытание огнем. Фраза, которая проскакивает в некоторых треках альбома, включая, естественно, первый одноименный трек, который открывает двери в этот альбом. На блоге у нас горящая в огне машина, мимо которой вот уже скоро будет проходить медведь. Да, эта шутка мне не надоест никогда, ребят. А если брать название альбома чуть-чуть серьезнее, то оно служит основой всему тому, что мы можем услышать в данном альбоме. В частности, здесь нам поданы разные истории и воспоминания, которые составляют основу личности Ела Вулфа как артиста. Что характерно, большинство из этих воспоминаний либо меланхоличны, либо уж совсем депрессивны, ведь они повествуют о его страхах, тревогах, неудачах в детстве, юности и теперешней взрослой жизни. Но именно все эти неурядицы, неприятности и проблемы в его жизни и стали для него тем самым испытанием огнем. То есть, безумно болезненным, но тем, что сделало его сильнее и более сопротивляемым новым проблемам. Возможно, в этом и есть символ той самой машины в огне, которая, судя по всему, горела не раз, но которую чинили и заводили для отправки в новую дорогу. По частности, музыкального контента в данном альбоме использован такой же принцип, как и в Love Story, только вообще без каких-либо музыкальных элементов, которые не входят в категорию кантри, блюза или блюграсса. Другими словами, Love Story был хоть немного разбавлен современным звуком. Здесь же полное погружение в тот звук, который Yellow Wolf и его команда находят для себя наиболее приемливым и самым любимым, ну, соответственно. Именно поэтому в основе звучания практически всех треков, за исключением интерлюдий, в которых, кстати, кроме вокала почти ничего и не происходило, это же интерлюдия, стоит либо акустическая гитара, либо блюзовая электрогитара на том самом уровне перегруза, который добавляет в звук грязи, а не тяжести. И да, процентов 70 всего музыкального контента происходит довольно мелодично, тягучо, меланхолично и задумчиво. Прямо начиная с трека Shadows и в подавляющем большинстве последующих треков. Конечно, здесь есть такие же обидные и активные треки, типа Get Mine или Punk, под которые сразу представляется картина банды разбойников времен Дикого Запада в попытках ограбить очередной корован или салун. Вообще, если разбирать совсем дотошно, то мы услышим, что большую часть контента занимает рэп-флоу и пение Yellow Wolf или приглашенных артистов, таких как Kid Rock, Joshua Headley, Juicy Jane, ну вот и так далее. Вместе с этим аккомпанемент создается этим самым кантри-блюзовым инструменталом, зачастую, кстати, в хип-хоповой ритмике. При всем при этом, это дело довольно минималистично по своей натуре. Довольно ровный рисунок ударки и какой-то один от силы, ну, два инструмента, сдабривающие весь этот микс. Тем не менее, каждый из инструменталов очень динамичен. Здесь нет этого стереотипно-хип-хопового подхода к структуре. Дескать, возьмем восьмитактовый луп и будем под него читать, а потом четырехтактовый другой луп, который по факту является первым, только сыгранным на другом инструменте или задавленным эффектами. Здесь такого нет. И ушам скучать на самом деле не приходится. То есть, это я пытаюсь объяснять сейчас, что музыка Yellow Wolf это прежде всего комбинация кантри-мотивов и рэп-флоу. К счастью или к сожалению, уже второй альбом этого товарища нам всем говорит, что традиционного рэпа по типу старых треков Let's Roll или Daddy's Lamble нам, скорее всего, не видать в ближайшем будущем. И это я считаю как минимум уважительным, что этот боярин решает преподносить хип-хоп совершенно по-другому, так как это, кроме него, в мейнстримном хип-хопе не делает, ну... наверное, никто и не делал до сих пор. Вместе с этим. Я до сих пор нахожу приятным для ушей этот противный голос Yellow Wolf, что является парадоксом, правда? Не совсем. Да, к его манере быстрой и тембрально противной читки нужно привыкнуть. Да, его пение не всегда можно считать техничным. Но! Именно это и делает лицо его вокалу и заставляет слушателей запоминать и выделять голос Yellow Wolf среди всего вороха, артистов, рэперов и прочих ребят, которые сегодня, в частности, звучат как никогда одинаково в большинстве случаев. То есть, от пулеметных выбросов фраз в треке Punk до распевных треков в треке Ride or Die здесь все звучит так, как нужно. Безусловно. Единственная претензия у меня к интерлюдиям Struggle Speaks и Sabrina, к которым хотелось бы добавить, ну, чуть-чуть больше контекста предыдущими треками хотя бы. Но, если откровенно, это как раз тот момент моего псевдоэкспертного снобизма. Просто я указываю на места для улучшений. А так они неплохо, на самом деле, разбавляют всю структуру альбома. И это уже похвально. Вот что-что, а с текстом этот товарищ работать умеет вот на ура просто. Во-первых, мне нравится этот вышеупомянутый символ испытания огнем, где тексты треков рассказывают либо истории этих самых неприятностей, как это слышно в треках What Would You Do For Love? или Row Your Boat? или же те жизненные моменты, которые сделали жизнь героя альбома такой, какая она есть сейчас, как в треке Ride or Die, в котором описывается история близких друзей Елла Вулфа, которые отличились таким же беспокойным и шальным детством вместе с ним. Но они потихоньку стали подниматься на ноги, устраиваться на легальные работы и становиться примерными семьянинами. А в то время, как, по словам Елла Вулфа, ему досталось проклятие мечты, которую он не обдумал правильно и до конца. Вот это вот эти сроки как раз. Похожий пост-испытательный посыл в треке Get Mine, в котором поется о том, как героя альбома тяжелым путем довелось осознать, что каждому стоит заниматься своим собственным делом и не лезть в чужое. И в конечном итоге You Get Yours and I'll Get Mine. Треки Панк. История о том, как герой возвращается в свой родной город после всего эмоционального и физического барахла, которое с ним приключилось. А Флоу Джусмена подсказывает, что от героя ждут каких-то реакций на новые провокации и неприятности. Но он просто говорит, что ему похуй. Прямым текстом. Это авторская цитата, между прочим. Если брать сугубо этот испытательный момент, то он отчетливо отслеживается в треке Row Your Bell, который очень интересно сконструирован по принципу анодиплозиса. Повторение некоторых слов в строках так, что они перетекают из одной в другую без остановки. И так сконструирован каждый куплет трека. Вот, например. Ну вот и как-то вот так. Вот и так практически весь трек сконструирован. Вместе с этим этот трек описывает тот самый несправедливый мир, который окружает героя альбома и который просто на него давит со всех сторон. Но он принимает этот мир и выстраивает свою лодку, чтобы плыть по этому миру самостоятельно. Плюс не забывайте еще трек Violin, из которого я моментально запомнил припев «Ты обыграла меня как скрипку». Вот, то есть лично я остался не разочарован этим релизом. И мне нравится, что при каждом прослушивании он раскрывается все больше и все шире. Начинаешь цепляться за знакомые и родные тебе слова и образы в комбинации с легким и ненавязчивым инструменталом, который в любой момент может внезапно понести вверх по динамике и настроению. Мне очень нравится, что у этого альбома есть «Начало, развитие и заключение», где в последних треках подаются мысли героя альбома, прожившего все то, о чем пелось и читалось во всех треках. Да, есть шероховатости. И да, очень легко забросить этот альбом от некоторого недоумения. Но что стоит признать, он оригинален, содержателен, музыкален и сдобрен очень хорошим текстом. И да, рекомендую я его переслушать несколько раз в разное время вашей жизни, в разные периоды. Ведь я уверен, что именно так он раскроется для вас лучше всего, как он раскрылся для меня. Поэтому 4,5 из 5. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк. И если вы оказались тут впервые, не забудьте подписаться на канал. Напишите в комментариях, слушали вы альбом или нет, понравился вам альбом или нет, и на что мне сделать обзор в будущем. Также не забудьте подписаться на мой телеграм-канал, страничку в твиттере и в инстаграме, ссылки, которым вы найдете в описании к данному видео. А так, всем спасибо. Всем пока. Всем пока.